МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком Барнаул» в студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Корона бьет по сосудам. С какими последствиями сталкиваются барнаульские врачи? Уже больше 6 тысяч за год на Алтае всплеск онлайн-преступлений. Конфеты и батончики. В крае бесплатные сладкие подарки отправились к адресатам. Это 120 тысяч детей. Врачи из Барнаула и районов края начали прививать от коронавируса. Им будут ставить отечественную вакцину спутник ВИ. Недавно в край поступило 1 тысяча доз препарата. Пока прививать медиков будут только из ближайших районов. Это связано с условиями транспортировки и хранения вакцины. Как сообщают в Минздраве, иммунизацию врачи проходят добровольно. На спутник могут презентовать работники больниц и сотрудники скорой помощи до 60 лет. Врачей, которые работают в ковидных госпиталях, прививать не будут из-за постоянного контакта с инфекцией. Напомним, новую вакцину уже испытали на себе 42 алтайских врача. В ближайшее время на Алтай придет еще одна партия спутника для 2000 медработников. Тем временем в лабораториях края выявили 224 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Барнауле 66. В ковидных госпиталях за сутки скончались 11 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находится 505 пациентов. И 126 из них подключены к аппаратам ИВЛ. А тем временем врачи назвали самое распространенное последствие коронавируса. И это не осложнение на легкие. Барнольдские медики уже столкнулись с тем, что переболевшие ковидом страдают от сосудистых заболеваний, которые могут привести и к самым печальным последствиям. Тему продолжит Ирина Корчагина. В конце лета наш коллега Елена Макаренко, можно сказать, приобщилась к Китаю. Тогда женщина переболела коронавирусом в легкой форме. И даже не подозревала, что ковидный хвост будет преследовать ее спустя несколько месяцев после болезни. В какой-то момент появились отеки, высокое давление, боль в пояснице и узелки на ногах, как при варикозе. Ходить было уже невыносимо. Хирург мне без тени сомнений сказал, что, ну, а что вы хотите, девушка, таких сейчас много вообще. У вас это просто вот вирус. Идите снова к терапевту, пусть он вам прописывает необходимое лечение. Терапевт сказал, ничего страшного, это все пройдет. Вот витаминчик С, попейте, кровь у вас немножко будет такой разжиженной, все будет хорошо. Вскоре у Елены даже нашли антитела к новой инфекции, а также серьезные проблемы с сосудами после ковид-19. При этом терапевт заверяла, у вас всего лишь ОРВИ. Женщина потеряла много времени. Сейчас она лечится уже у другого врача. И за три месяца ей предстоит потратить более 30 тысяч рублей на лекарства для почек и сосудов. Куда вот вирус может улететь, где есть микробная флора, которая может вызвать воспаление? Мы видим, что все-таки больше именно там, где сосудов очень много. Это почка. В стационарах пациенты получают гепарины, гепарин, например, в живот, курантил получают. Это все сосудистые препараты. Но когда они выписываются из стационара, то тогда гепарин очень сложно удержать в дозировке. Он требует непрерывного контроля. Ну и уколы в живот, кто будет сам делать себе самому, сложно. Медицинские работники и так загружены. Болезни почек, диабет, гипертония. Таких пациентов с наследием коронавируса сейчас стало больше, говорит уролог Ярослава Яковец. Приходят даже молодые. Есть пациент, которому 21 год. И надо сказать, что отголоски ковида приходят не сразу. Например, человек переболел ангиной или УРВИ очень серьезным, то осложнение на почке приходит только после второй недели. На третью, даже на четвертую неделю. Поэтому это даже классика практически. Ну технология такая. Что касается отдаленных последствий этой коронавирусной инфекции, прошло совсем мало времени, понимаете. И утверждать, что это может быть так, и утверждать, что это может быть или по-другому сейчас трудно. Предположить о том, что число острых сердечно-сосудистых событий после того, как мы справимся с этой бедой, конечно же, можно. В свое время назначу мне препараты для сосудов, которые защитят меня вовремя. Возможно, сейчас бы я не пропивала эти антибиотики. Все это серьезно может ударить по здоровью и дальше. Уже сейчас понятно, вирус поражает не только легкие, но и всю сосудистую систему. И даже незначительные скачки давления могут быть сигналом для похода к врачу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День Столка. Жители края активнее других направляют вопросы Владимиру Путину перед прямой линией, которая пройдет 17 декабря. Об этом сообщают федеральные СМИ. О чем спрашивают земляки президента и как можно направить заявку тем, кто еще планирует это сделать, смотрите в сюжете. Вот уже 19 лет, как президент страны Владимир Путин напрямую разговаривает с россиянами, узнавая об их проблемах и символично подводя итоги года. За все время работы портала обращений к президенту граждане из всех регионов страны направляли миллионы заявок. Подать заявку можно следующим образом через сайт Kremlin.ru. Здесь создана специальная форма. Обращение может быть личного характера, либо от целого коллектива. Это может быть обычное письмо, аудио или видеосообщение. Впрочем, жители края разобрались, как отправить вопрос президенту. От наших земляков поступило рекордное количество обращений. Можно предположить, наболело. Также заявку можно подать через сайт Москва.путину.ru. Большая часть вопросов касается социальной сферы, медицины, образования и социальных выплат. Немало уточняющих вопросов, но валовый поток, предложение. Передача своего опыта в решении конкретных проблем. Мы спросили барнаунцев, о чем они хотели бы спросить президента. Даже не знаю, не задумывался. Никакого. Вообще ничего не интересует, никаких проблем нет. У меня? У меня все хорошо. Когда это все прикрутится? Конкретно что прикрутится? Кандемия. Я бы спросила, наверное, как он относится к прошедшей накануне оптимизации здравоохранения и что планирует делать дальше. И обратить внимание на сельское хозяйство. Алтайский край – это аграрный край и сельское хозяйство у нас практически загублено, можно сказать. Не знаю, это возможно, но в принципе какой-то уровень заработных плат должен соответствовать, наверное, все-таки европейскому стандарту. Лично ему, чтобы подняли пенсию. Хотя бы пенсия была 18-19 тысяч, но не 12. Я сколько лет отработала и получаю 12 тысяч. Пенсионерка 70 лет, и я работаю, стою. А вот жители поселка Новомихайловка готовят коллективное обращение. В этом году они попали в седьмую санитарную зону аэропорта, став заложниками своего имущества. Отныне они не могут оформить собственность, либо продать свои дома. Проблема с нашим имуществом, с нашими домами, с нашей дальнейшей жизнью уже была обсуждена на местном уровне. Получили мы одни отписки, то есть никакой конкретики, никакой информации именно достоверной, то, что действительно, что будет с нами дальше. То есть нам отвечают сухими выписками из закона. И поэтому мы решили, что раз на местном уровне у нас не получается договориться, мы решили выйти на прямую линию с президентом и задать вопрос непосредственно напрямую руководителю страны. Но не только рядовые жители просят поддержки. Так в соседнем регионе свое обращение к президенту направили депутаты республики Алтай. Они считают, что у местных фермеров несколько лет незаконно забирают землю. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой навести в республике Алтай порядок в сфере земельных отношений. 19-е по счету прямая линия президента начнется 17 декабря. Впервые в связи с пандемией она будет проходить в формате не живого общения, а онлайн-пресс-конференции, где вопросы от журналистов будут чередоваться с обращениями граждан. Впрочем, не столь важно, как задать вопрос, главное – получить на него ответ. Никита Ромаков, Андрей Печоркин. День с толком. Мы знаем это хорошо. На Алтае всплеск онлайн-преступлений. За этот год их число перевалило за 6 тысяч. Каждый третий пострадавший – барнаулец. В 2020-м об электронной афере заговорили особенно громко. Впрочем, число таких преступлений стало расти еще с прошлого года. И примечательно, что среди обманутых все больше молодежи. Продолжит тему Анастасия Дороган. Пушистые лапочки, ходячий позитив. Ирина из Барнаула тоже хотела прикоснуться к счастью. Собачку породы Мальтипу через сайт объявления нашла в Красноярске. Заводчик настоял купить без осмотра. Мол, разберут по схеме Яндекс.Счета. Клиент приводит туда сумму, получает свой заказ, вводит код. И только потом деньги уходят продавцу. Ирину ничто не насторожило. Было бы здорово, например, в тот момент попросить сделать фото-видеосъемку с его паспортом, заводчика, например, и с газетой, с журналом, датой, которая в этот день. То есть, чтобы, если дистанционно, все-таки приобретать, убедиться, что это видео его. Потому что мне наверняка присылались видео с других питомников. И плюс сумма сделки. То есть, при стоимости, например, такой породы, несколько сотен тысяч рублей, стоимость сделки была слишком низка. Ирина, к счастью, потеряла несколько десятков. Деньги ушли с карты на карту. Ирину даже пытались развести повторно. Посоветовали написать в техподдержку, чтобы ей вернули деньги. И она уже точно оплатила по адресу. С того дня прошел месяц. Девушка, уверена, мошенников не найдут. В 2020-м сравнении с прошлым годом, телефонных и интернет-преступлений уже совершили на 65% больше. И все чаще жертвой становится молодежь. Мужчина, который с нами разговаривал, он говорил, что резервный счет банка есть, а есть то, что отображается у меня на карте. То есть, это как бы разные понятия. У меня вот на карте был ноль, а он говорил, что на резервном счете банка есть деньги. И через 15 минут у меня все вернется. Не вернулись, а номер заблокировали. В полиции край создают специальные подразделения для работы с таким видом мошенничеств. Вот наиболее частые способы. Вашу карту заблокировали, ваш родственник попал в ДТП, эти БАДы спасут ваше здоровье, активно входят в топ аферы по купле-продаже. Самая крупная сумма развода в Барнауле – 6 миллионов рублей. Их женщина взяла в кредит. Ее об этом попросили якобы правоохранители, чтобы проверить работу банков. Вот такое волонтерство. А Любовь хотела купить диван. Ей порекомендовали его оплатить, потом уже смотреть вживую. Приехав на осмотр, поняла, что нужного адреса не существует. Вторая женщина тоже подъехала, тоже перевела ей 10 тысяч за диван. За этот же. Вдвоем писали заявление. Чаще всего аферистами являются цыгане и люди, отбывающие наказание. Как правило, им до 35 лет. На их схемы попадаются работоспособные жители, которым есть что терять со счетов. В МВД подчеркивают, заподозрить неладное можно уже по самому входящему звонку. Особенно, когда на том конце якобы сотрудник банка. Это или московский номер, или номер горячей линии. Когда вам говорят, что позвонили с банка, можно сразу прекращать разговор, брать свою карточку, либо договор с банка. Там будет написан телефон горячей линии, звонить туда и спрашивать, осуществляли ли они звонки. Отследить преступников сложно. Мошенники используют сим-карту единожды или действуют под сетевым адресом другого региона или страны. Сейчас ждут раскрытий 6000 телефонных и интернет-преступлений. Столько заявлений от обманутых земляков всего за год. А найдены пока 50 мошенников. Поэтому будьте бдительны и не бойтесь потерять время на перепроверку информации, чтобы не потерять деньги. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Женщина, сбившая ребенка в Новоалтайске, извинилась перед родителями за гибель мальчика и выплатила компенсацию. Они в ответ ее простили и попросили суд об условном наказании. Такая информация появилась утром в ряде СМИ со ссылкой на адвоката подсудимой. Но позже потерпевшая сторона опровергла информацию. Мать погибшего ребенка заявила, что не подавала ходатайство о смягчении наказания. Вчера в Новоалтайском городском суде состоялось очередное слушание по резонансному ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик. Напомним, ДТП произошло 26 июля этого года. Жительница Новоалтайска Ирина Смирнова за рулем Ниссан Сани сбила ребенка автомобилем. Его прижало к столбу. Мальчик погиб на месте происшествия. В ходе экспертизы выяснилось, что на момент ДТП женщина находилась в состоянии опьянения. Согласно Уголовному кодексу, ей может грозить до 12 лет лишения свободы. Алтайский театр «Кукол» откроют весной следующего года. Об этом и не только сегодня сообщила министр культуры региона Елена Безрукова. Напомним, ранее объект планировали открыть в следующем году, к Международному дню кукольника 21 марта 2021 года. Сейчас точных дат министр не называет. Она лишь осторожно предположила, что произойдет это до апреля. Что касается краеведческого музея, он будет закрытым еще три года. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Его включили в федеральную программу софинансирования и в следующем году планируют провести торги на обновление музея. Край выделит на это 257 миллионов рублей, 57 миллионов в 2021 году и 200 миллионов в следующие два года. Примечательно, что отдельной статьей предусмотрены средства на реконструкцию военно-исторического отдела музея. Красный дом, как его еще называют. На следующий год тоже заложены средства в краевом бюджете для того, чтобы начать эти работы. И скажу, что в краевом бюджете на эти цели предусмотрены 90 миллионов рублей, большой значительный объем работы. Заказчиком по этому объекту также будет выступать Минстрой в лице единого заказчика, который будет проводить соответствующие процедуры и осуществлять контроль. Что касается культурных мероприятий, которые из-за пандемии в этом году не состоялись, план следующий. Юбилей театра драмы, традиционные шукшинские и рождественские чтения проведут с апреля по ноябрь следующего года. Жительница Барнаула приняла участие в известной познавательной программе о путешествиях. В ходе съемок она покорила высочайшую точку Африки, вершину вулкана Килиманджара. Продолжит тему Мария Микшута. Мы идем на вершину Килиманджара. Немножко запутались, то ли четвертый, то ли пятый день, но уже так долго. Вершина высотой почти 6000 метров, горная болезнь и нехватка кислорода. С раннего утра и до позднего вечера Александра шла к своей цели. Никогда в жизни, чтобы я куда-нибудь не забралась. Еще. Так что кайф и полная программа. Посмотрите, какая красота. Это облака. Мы гуляем прямо в облаках. Высота выше 4000 метров. Неделя без связи. Ты словно оторван от жизни и живешь своей какой-то особенной мечтой. Дойти. Я дошла до Ухуру. Ухуру. Это вершина горы Килиманджара. По словам девушки, покорение самой вершины заняло несколько часов. Вместе с командой проекта «Орел и решка» она шла ночью. Пять дней ввысь и два на спуск. Страшно было. Мыслей было очень много. Но они плавненько сужались в одну. Какого черта я туда иду? Кому это надо и зачем вообще? Очень классная проработка личностного роста, характера, силы воли, мысли, всего духа. Даже если у тебя тело неподготовленное. Головная боль, недостаток кислорода, мышцы от нагрузки ноют каждый день. Все прелести альпинизма испытала на себе, но ни о чем не жалеет. Я абсолютно неподготовленный человек. Это, знаете, здесь какой-то перелом стереотипов идет. Я в школе во всех кроссах шла последняя и собирала флаги. Я на третий этаж на лифте ездила. Сейчас алтайская путешественница вспоминает, как по счастливой случайности сбылась ее мечта. Девушка отправила заявку на участие в проекте, оказалось удачно. В это путешествие сбылось две мои мечты. Я всегда мечтала покорить какую-нибудь вершину. И очень сильно мечтала и хотела стать ведущей передачи «Орла и решки». Собрали людей, таких же экстремальных, авантюрных телезрителей, как я, которые решили вместе с съемочной командой покорить самую высокую точку Африки. Вместе с Александрой в команду «Орла и решки» также попало 13 участников из разных стран. В том числе из Америки, Франции, Украины и других. А вот посмотреть, как наша землячка покоряет высочайшую точку Африки, можно будет в январе следующего года. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле начались профилактические рейды МЧС по местам продажи пиротехники. В магазинах проверяют товар на сертификацию, условия его хранения и другие требования, которые должны соблюдать предприниматели. Спасатели отмечают нарушения, как правило, допускают фирмы-однодневки. Они открываются специально под Новый год, а сразу после праздников свою деятельность сворачивают. Этот факт подтверждают и предприниматели. Проходил по таким точкам торговли. Отсутствие сертификатов. Полнейшая безграмотность продавцов, которые даже нормально объяснить не могут, как, где и что. Как инициировать пиротехнику, как устанавливать, как поджигать. В общем, даже элементарные правила поведения обращения с пиротехникой они не знают. Такие внеплановые рейды в предстоящие праздничные дни сотрудники МЧС планируют проводить регулярно. В поле зрения ведомства почти 70 точек продажи взрывоопасных изделий. Владельцам нелегальных точек по сбыту пиротехники грозят многотысячные штрафы и конфискация товара. К слову, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности. Запускать фейерверки и салюты нужно не ближе, чем в 30 метрах от зданий. И в завершении выпуска позитивная новость. Новогодние подарки сегодня начали свой путь к алтайским школьникам. Из Барнаула сладкие наборы отправили в 10 районов края. Их получат воспитанники детских домов и учащиеся начальной школы. В общей сложности бесплатные подарки получат 120 тысяч ребят. Среди них участники Олимпиад и дети медработников, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Вес каждого подарка 800 граммов. В наборе шоколадные конфеты, батончики с разной начинкой, а также интерактивная игра, путешествие по улицам Барнаула. Вручать их будут не на губернаторской елке, ее в этом году отменили, а отдельно в каждом классе школы. Все подарки развезут по учебным заведениям в течение недели. Добавим, сладкие наборы обошлись краевой казне в 31 миллион рублей. А на этом все новости на сегодня от программы «День с толком Барнаул». Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!